Завершилась поездка представителей, действующих в Азербайджане неправительственных организаций, высвобождён от оккупации город Шуша. В течение двух дней «Жемчужину Карабаха» посетили свыше 300 представителей различных организаций, функционирующих в социальной, правовой, экологической сферах, а также в направлении защиты культурного и исторического наследия. Гостей культурной столицы ознакомили с работами по благоустройству города. Мне сложно передать эмоции, которые я сейчас испытываю. Я была ребёнком, когда в последний раз посещала этот город. Тогда мы жили в Агдаме, а мой отец работал в Шуша и каждый день ездил в этот город. Тут было совсем всё по-другому. Город был ухоженным, повсюду росли деревья. Город был изуродован оккупантами. Но меня бесконечно радуют стремительные работы по восстановлению города. Вся моя молодость прошла тут, в Шуша. Для меня этот город имеет большое значение. Мне больно видеть его в таком состоянии. Больно видеть эти руины. Но я невероятно рада, что сегодня вновь стою на Джидыр-Дузю. Город в Шуша свободен, и мы, азербайджанцы, восстановим его. Мы восстановим весь Карабах. Превратим его в один из самых красивых мест на Земле. Участники поездки после того, как побывали на Джидыр-Дузю, посетили расположенную на центральной площади города мечеть Юхарыгов-Хараха. Затем отдали дань память великим азербайджанцам на таван Бюльбюлю-Юзиру-Гаджибейле. В рамках поездки они также ознакомились с ремонтом восстановительными работами, проводимыми в городе Шуша после её освобождения. Одним из таких объектов стал комплекс музея-мавзолея Муллы-Панаха-Багифа. Мы многое увидели и искренне признаюсь в ужасе от того, что оккупанты сделали с городом. По возвращению мы обязательно обратимся к международной общественности, чтобы донести до них правду об увиденном здесь. Каждый азербайджанец должен участвовать в процессе восстановления освобожденных земель. Я уроженка Кельбеджар, и на прошлой неделе мы посетили мои родные края. Мы должны сделать всё, что в наших силах. Я часто выступаю на международных мероприятиях, нахожусь в тесных контактах с международными организациями. Задача, которую я ставлю перед собой, как азербайджанка, – донести правду до мировой общественности, информировать их о барбарствах, которые тут происходили, о том, что они сделали с нашими землями. Вместе с представителями НПО Жемчужно Карабаха также посетили и бывшие вынужденные переселенцы города. Я счастлива. Это один из самых прекрасных дней в моей жизни. Мечтала вдохнуть воздух родного края и увидеть его пейзажи, пройтись вновь по улицам города. Здесь прошло моё детство. Здесь я играла с друзьями, ходила в школу. Я люблю свой город. Больше всего в жизни я хотела вернуться домой. Город очень быстро восстанавливается. Он не был таким. Много работы предстоит, чтобы вернуть Шуше её первозданный вид и даже сделать его лучше. Но как только нам разрешат вернуться в родные края, я тут же не задумываюсь вернуть. 28,5 лет я был вынужденным переселенцем, но не сегодня. Мой родной край свободен, и уже совсем скоро я вернусь домой. Бывших вынужденных переселенцев города Шуша и представителей НПО также ознакомили с ходом восстановительных работ и в других районах Карабаха. Был продемонстрирован международный аэропорт Физуле, строительство которого завершилось совсем недавно. И Дорога Победа, ведущая из Физулинского района до города Шуша. Фатбайрам Ферузрагимов, Сибиси. Физулинского района